итак всем доброе утро мы продолжаем изучать мишли притчи царя соломона и сейчас мы находимся в третьей главе в конце приближаемся к окончанию 3 глава 33 отрывок и так интересно 3 троечки 333 3 глава 33 отрывок и ждем сейчас когда все соберутся вот первый час и 3 человек еще дождемся будет учишь и настроить здесь сидит и на трех основах стоит мир вы знаете же мир стоит на трех основах на торе на а вода это служение это молитва и на добрых делах вот мы сейчас например помолились уже я надеюсь что все кто приснились к уроку уже помолились кто не помолился хотя бы начните моды они скажите есть такая молитва моды они лифанаха благодаря перед тобой было хай века я царь живой суще шейх из арта биниш мати бэхэмлаш ты вернул ты в меня душу мою раба ему на сахара велика вера в тебя велика моя вера в тебя или велика твоя вера в меня то есть и так так можно понять и это минимум да вот сразу просыпаешься надо сказать а вообще по-серьезному дальше там есть очень много благословений молитва в этом шахарит и профессионал уже помолились уже все от филины одели сняли то есть это уже такие восьмидесятого левела эти самые служители да а есть которые молятся по два часа молитву амиду я знаю одного такого человека он стоит амиду вот это вот молитва он молится два часа то есть он каждое слово он обдумывает вкладывает в это слово и а вот это каждое слово молитвы у него прямо она поднимается там по сферот по сферот в эти самые пардес то есть есть такие люди которые к этому относятся неформально а именно прямо глубоко хорошо значит и о них о них сказано в 33 отрывке 3 главы сказано так что освящает бог мы рад ашембе бэйт раша выдавится детям и варих мэр от чтобы мы рад как мы рад до права мы рад это слово не ор а это самое проклятие да да нет мира арур арур это арур это проклят да вот это вот мы рад ашембе бэйт раша проклятие интересно что кадош слова выделены да это кадош святой и гдеша это женщина выделенная для разврата то есть то же самое слово хэсет это тоже говорят и милосердие и разврата то есть интересно и ор ор это свет с одной стороны и арур то же самое с алифом это проклят то есть бывает что это свет бывает проклят то есть каждая каждая мера которая а сверх меры это как можно полезная еда есть ее переесть можно отравиться и умереть да значит значит и урок у нас будет тоже чтобы было рифа ашлема у хайма може бен ирина чтобы было у него рифа ашлема хайм може бен ирина биток шархуля израиль чтобы было среди всех больных народа израиля он сейчас помолится за всех есть такая сгула что если ты что в чем-то нуждаешься ты молишься за других чтобы бог им это дал и тебе бог отвечает в первую очередь на твою молитву так что пускай хайм може бен ирина молится за всех у кого кашель и все кто болеет у меня у мамы сейчас тоже кашель например тоже она очень мучается от этого и чтобы было во всем было рифа ашлема а заслуга нашего урока мы сейчас прямо свет свет от этого урока идет на на извлечение больных значит бэрат ашем бейтраша проклял бог дом злодея бывает что вот есть злодея у него большой дом и он как бы внешне живет прекрасно как было недавно мы изучали пуримская история про амана амана значит у него было все но интересно даже когда у него было все он был на самом пике своей власти славы богатства влияния все равно у него не было радости от этого да как как сам аман говорил что все это мне не в радость пока пока мордока иуде мне не кланяться то есть он все хорошее что у него было он ради одной какой-то мелочи какая разница те клады кланяется миллион человек ну и радуйся себе да ну один не кланяется но псих какой-то ну забудь что ты паришься нет вот злодей он даже когда у него все есть он не рад и поэтому возможно может быть это является причиной того что бог его проклял дом и в конце он все теряет а может быть может быть в этом есть его проклятие что он не насыщается тем что у него есть и может быть это и причина того что у него может быть очень много намного больше чем у обычного человека потому что в этом мире очень важную роль играет мотивация и мотивация а негативная она сильнее чем мотивация позитивная когда злодей почему он злодеи он то у него и зависть у него есть вожделение у него есть вот это вот злость такая да и он значит вот ему все мало и он все время с тем Whoops ревнуется он завидуют он борется он и так далее атаку активный злодей и у него в это время есть большой дом он не строил дом ему в этом доме все равно плохо потому что он завидуют всем у кого есть дом больше и поэтому он строит и дальше дом, и дальше дом. И об этом говорится, что проклятие Бога на доме злодея, именно на большом этом доме, потому что радости-то у него нету. То есть люди со стороны смотрят, думают, вот, ну, нормально человек, хороший, думает, вот здесь у меня такой дом был, я обрадовался, вообще был бы счастливый такой, все. А он в большом доме не счастливый. Понятно, да? Значит, дальше. И продолжение этого 33-го отрывка, что у Неве цадитим и варех. Неве это такое, как шалашик, знаешь, как говорят, смилым в рай в шалаше. И вот этот вот шалаш цадиков, праведников, он будет благословлен, наоборот. То есть, что имеется в виду? Есть люди, вот у него дом такой небольшой, или там квартира, или даже съемная квартира, и он такой счастливый вообще, прям хоромый, такой радостный, прям все его радует. Вода горячая, он с утра умывается, вообще счастье, слава богу, есть водичка горячая. Нет водички горячей. Он такой, слава богу, нет водички горячей, закаляться будем, класс, вот это повезло, там, знаешь. И у него все, во всем у него браха. бывает, что у цадика есть и внешняя браха, то есть, количество. Хотя, чем больше количество имущества, нас учит Тора в Пертеевод, что умножаешь имущество, умножаешь заботу. И чем больше у человека имущества, тем у него меньше шансов быть счастливым, потому что дальше идет, ну, идет дальше в этой Мишне, в Пертеевод, идет объяснение, почему умножаешь имущество, умножаешь заботу. Потому что дальше тебе приходится Марбе, Авадим, Марбе, Газель, да. То есть, чем у тебя больше, тебе нужны потом рабы, ну, работники, рабы, те, кто это имущество обслуживают. А они, умножаешь Газель, умножаешь Газель, они грабители, потому что было у Кнаана, он своим сыновьям дал, дал такое, ну, как завещание, ну, Кнаан это был родоначальник рабов, любите Газель, любите грабеж, потому что все равно у вас ничего нету, так хоть грабьте, ну, если есть возможность, да. И тот, у кого есть имущество, у него по-любому есть работники, по-любому есть работники, значит, есть, хотят ограбить. Значит, дальше ему нужно те, кто над ними будут надсмотрщиками, потом нужны надсмотрщики над надсмотрщиками, а потом умножаешь рабыни, если это женщины, умножаешь разврат. то есть, тут же и у тебя, ну, то есть, как только люди получают под свое управление девушек, то они тут же начинают разврат, а и ты должен с этим что-то делать, потому что ты же это все организовал. В общем, не всегда имущество приносит счастье. После определенной границы имущество всегда приносит заботу и уровень счастья. Я где-то видел исследование, что посчитали как-то ученые, что до 100 тысяч долларов в год, когда человек зарабатывает, у него резко растет уровень счастья. То есть, каждая следующая ступень приносит ему больше удовольствия. После 100 тысяч долларов уже удовольствие не растет, а растет только уровень заботы от того, что у него приходят эти деньги, что с ними делать, как их хранить, куда их вкладывать, как их не потерять, ну, и так далее, и так далее. То есть, там целый головняк начинается. Хорошо, но написано, что счастье, оно зависит от других вещей, не от имущества, а именно злодей ты или ты цадик. Цадик, само определение цадика, он благодарный, он довольный, он любит Бога, он наполнен добром. То есть, уже это само является по себе бракой, его внутреннее состояние. Определение злодея – это зависть, это злость, это гнев, это, ну, то есть, это вожделение, разврат и так далее. То, за что нужно, ну, по-любому есть обратная сторона и так далее. Дальше. Тридцетчетвертый отрывок. Им лэ лэ цим у я литц, у ля навим и тэн хэн. Значит, если с лэ цим, это, лэ цим – это насмешники, да, лэ ц – это насмешник. И Бог с ними тоже насмешничает. Значит, тут как происходит эта вся история? На небе все идет мера за меру. Есть такие люди, они, а, типа, эта фигня, эта фигня, над тем подшутил, над тем подшутил, того обидел, того обидел. И в итоге, значит, Бог с ним начинает вести себя. Та мера, которую человек меряет, меряет ему. Он, значит, этот насмешник, да, он посмеялся над тем-то, ну, над тем-то он посмеялся, в общем, да. А тот человек обиделся. Обиделся и, значит, он тоже ему что-то такое, гадость какую-то организовал. В общем, теперь, а скромные? Кто такие скромные? Скромные – это люди, которые, у них нет своего эго. Они ни над тем не хотят возвыситься. Они на своей волне. То есть, не обязательно скромный – это тупой или какой-то, ну, такой скромный человек. Это который он, если взять вот по современному языку, что Стивен Кови, Стивен Кови говорил, что первый навык высокоэффективных людей – это какой? Это проактивность, быть проактивным. То есть, скромный человек, он говорит, вот у меня есть моя система координат, я всех уважаю, все молодцы, каждый живет на своей волне, а я живу на своей волне. И даже вот эта моя волна, скромный человек, он говорит, На самом деле, это не моя волна. То есть, откуда я взял свою систему координат? Я ее взял откуда-то. То есть, то, что я знаю умного, я взял там, это от Стивена Кови, это от царя Соломона, это услышал от Пети, это от Васи. По большому счету, даже те мысли, которые я себе присвоил, как мои, они тоже не мои. И мне, в принципе, за них особо не надо держаться. Это такой скромный человек, у него нет его эго. Он не прет, вот я сказал на самом деле, сейчас я тебе там объясню все, разрулю и сделаю. Он такой на своей волне. И второе, что отличает скромного человека, он внимателен к людям. То есть, он не давит, а он как бы внимательный. То есть, он смотрит, вот это тоже семена высокоеффективных людей, вначале понять, а потом быть понятым. Это принцип скромного человека. Он старается понять, что вокруг происходит, а не выдавить, вот меня поймите. То есть, он смотрит, смотрит, и он так спокойно проходит мимо всех ситуаций, ни с тем не ругается, ни с тем не воюет. Это скромный человек, такой настоящий. И Бог таким людям дает хэн. То есть, написано тоже в Пертьявуд, что кто уважаемый, тот, кто уважает других. То есть, если скромный человек, он других уважает, его тоже уважает. Если он других не уважает, значит, другие его тоже не уважают. То есть, все идет мера за меру. И, значит, а кто умный? Кстати, в Пертьявуд написано, кто хахам, кто умный? Аломат Миколь Адам. Тот, кто учится у каждого человека. И говорил царь Давид, один из самых мудрых людей за всю историю мира. То есть, до сих пор его книгу Псалмы читают в мире. Я думаю, что это после Торы. Ну, которая Тора, там она известна в мире как Библия больше. То есть, это Тора. И плюс не добавили еще там какие-то части. Это то, что называется Новый Завет. Но, в принципе, три четверти Библии – это святые книги еврейские Тора. И только одна четверть – это Новый Завет. Это новые какие-то вещи, которые прошли за последние несколько тысяч лет. Так вот, значит, в Пертьявуд сказано, кто хахам, кто мудрец, тот, кто учится у каждого человека. Как царь Давид говорил в Псалмах, есть Псалтырь Псалмы, это 150 псалмов царя Давида. Как царь Давид говорил, Миколь Миламдай Искалти. От каждого, кто меня обучал, я умудрился. То есть, я сумел из него выточить. «Ти эдотеха сихали», потому что «эдут» – это свидетельство твое, то есть свидетельство Бога, говорило со мной. Он не воспринимал людей как людей. Он воспринимал каждого человека как отражение Бога. То есть, каждый человек, у него есть божественная какая-то природа. И написано, что на земле ни травинка не пошевелится, если на небе нет этого указания. И когда царь Давид шел, например, на него восстал его сын, Абшалом, войной пошел. И он выходит, и на него идет какой-то человек и кричит ему всякие там гадости. И этот его военачальник, охранник, говорит, давай сейчас его убью, этого вообще. А он говорит, нет, говорит, это не он кричит. Это сейчас мне Бог через него разговаривает. То есть, ну, и лучше я сейчас это все услышу, пойму, прочувствую этот позор и этим сниму с себя более серьезные какие-то наказания. То есть, это был его такой путь. То есть, он во всем видел Бога, от всего учился. И это и называется скромность. То есть, скромность, это называется осознание своей божественной природы. Это тоже скромность, потому что ты говоришь, это не я, это Бог во мне разговаривает. Ну, к примеру, это тоже скромность. То есть, это не, как бы, гордыня, да, а наоборот, кто я? Меня нету. Это, как говорил царь Давид, про себя говорил, именно про себя, как свое эго. Он говорит, ми они. Кто я, он говорит, то лавы луиш. Я, говорит, червяк и не человек. Вот это именно эго свое. А теперь Авраам Авину, он говорил про себя, он говорил так. Мани, что я? Он даже себя не считал ми, кто? А он говорил, что я? А фарва эфер, он говорит, я, вот то, что эго мое, да? Это прах и пепел вообще. Это вообще пыль какая-то, да? А Мушер Абейну, самый великий из всех пророков, он говорил, а меня нету вообще. Он говорил, Аббанахну, а меня вообще нету, он говорит. Люди к нему говорят, вот ты, Мушер, он говорит, какой Мушер, нету меня вообще, где Мушер, нету вообще. Это у него вообще эго не было. И Бог через него говорил. И я думаю, поэтому у меня в этот шаббат был такой, как Хидуш. Помнишь это самое? Или я говорил это, да? Что Мушер Абейну, почему нет его мадилы? Почему нет его мадилы и нету даже его души? То есть его не могут найти ни в верхних мирах, ни в нижних. Потому что после смерти остается именно эго человека. Его, то, что он отождествлял с собой. Ну, его личность как бы, да, его эго. Я, Маше там. А Мушер Абейну, у него эго не было. То есть он был просто передатчик. Он был прямой передатчик от Бога. И когда он закончил свою функцию передавать, то он исчез. Потому что его самого как личности, его не было. Вот это вот, поэтому его мадилу не могут найти. Потому что, ну нет, от него следа не осталось. Не то, что там он где-то спрятан, да. Нет, его в принципе не было. Он ушел вот в это вот само, как бы, самоотречение. Вот он был Анафм, Миколь Адам, самый скромный из всех людей. И последний отрывок в этой главе, в третьей. Кавод хохамим ин халу. Почет мудрецы унаследуют. Уксилим мэрим колон. А ксилим это грешникам. У них будет им позор. Позор грешникам. Все. Грешникам позор. А мудрецам почет. Все. Это окончание третьей главы. То есть те, кто учат Тору, они тем самым создают почет. Потому что, когда ты учишь Тору, ты изучаешь, что Бог от тебя хочет. Когда ты учишь Тору, ты понимаешь, как Бог создал мир. То есть ты, хохам, это тот, кто воспринимает это божественное знание. И он в себя впускает, как раз вот это хохма. Это божественное знание. То есть знание от создателя мира о том, как мир устроен, как работает. И так как Бог это почет, он и есть. То есть он и есть главный почет. То есть он, как написано в конце пертевод, все, что, коль маша барака дож бараку бо ламо, все, что сотворил Бог в этом мире, ло барао эла ликвадо. Что он все это сотворил для своего почета. То есть это для прославления, для радости. Почет это такое. И вот он говорит, вот эти вот хохамим, мудрецы, которые знают Тору, которые учат божественное, ну, которые хотят со мной общаться, им будет почет, вечный почет. А вечная слава, мудрецам вечная слава. А злодеям, он даже тут не упоминает слово злодей, царь Соломон, а он говорит, грешники. Кто такие грешники? Вот эти ксилим, это тот вид грешника, который он Бога признает. Вот ксилим Бога признает. Но он не может справиться со своими вожделениями этого мира, материальными. И его весь фокус внимания, вся его жизнь сосредоточена на именно вожделениях этого мира. Ему будет позор. Позор, потому что что такое вожделение этого мира? Если посмотреть на вкусную еду, через пять минут, как она прошла через рот. Что это такое? Это блеводина. Это реально блеводина. То есть все самые вкусные торты и так далее, ровно пройдя через рот и зайдя в желудок, ну, вот здесь, минута прошла. А это все, все же смешано с желудочным соком. Кто рвал, тот знает. Красивые женщины, если взять ее, рассмотреть, вот прямо она красивая-красивая. Но Робин Ахман, Робин Ахман, да, он ее представлял в анатомическом разрезе, что у нее там в желудок, все эти, ну, тишки там, 12 метров, тишок эти 12-перстные, все эти, знаешь, он просто ее представлял как анатомический атлас. Это реагент. Да, и все, значит, все вожделение пропадает и так далее. То есть все это обманка, этот мир, это мир, просто обманный мир, который ецерара, он соблазняет человека, чтобы было равновесие. Ты его побеждаешь и выигрываешь вечный почет. Все. Хохамим, мудрецам, вечный почет. Все, кто ходят на уроти Тора, все, кто читает портал Ваикра, вечный почет. Да, респект. Респект и уважуха. Мудрецам, слава, грешникам, позор. Все. Ганьба, грешникам, мудрецам, слава. Все, пока. Хорошего дня всем. Субтитры сделал DimaTorzok